Здравствуйте и позвольте разжечь. Вот уже 21 сутки у общественной приемной правящей партии Единая Россия проходит голодовка многодетных матерей. С одной из голодающих Ириной Калмыковой Мы сейчас и беседуем. Ирина, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ну, чувствую я себя, можно сказать, когда встаю, в шаг закладывают, голова кружится, а так, когда лежу, неплохо. Вас сейчас больше не арестовывают, вас не отвозят в околоток? Нет, они не арестовывают, они сказали, информационное поле стихло и пусть лежит. Типа, пусть Гончар Николай Николаевич, председатель московской партии Единая Россия, сказал такие слова, что информационное поле стихло, пусть лежит, хоть умрет. То есть им абсолютно все равно? Им абсолютно все равно. А чего вы добиваетесь? Вы конкретно? Конкретно я добиваюсь того, что 9 лет назад в Ханты-Мансийском округе. Мне уничтожили бизнес, вернее, как рейдерский захват бизнеса было. Меня уничтожали незаконное наложение налоговым преследованием, судами. Спалили дом, в котором находились двое детей. И в результате дали даже какой-нибудь комнатке, где бы мы не остались на улице в Сибири. И вот 9 лет. А с детьми-то нормально все? Дом сожгли? Дети спаслись, а я не знаю как. Я была на работе, я приехала, чуть не сошла с ума. Ребенку было 2 годика. Как они выскочить успели, я не знаю. А второй был он 15 лет, второму ребенку. И вы сейчас добиваетесь того, чтобы вам дали квартиру именно в Москве. А почему в Москве? Потому что за 9 лет компенсации. То, что я 9 лет оставалась бездомной. Во-первых, в Ханты-Мансийском округе имеется закон, что я имею право на переселение. Потому что я уже пенсионерка и прожила столько лет в Сибири. Вот. Это раз. Во-вторых, чтобы не скрыли факт, то, что было совершено преступление 9 лет назад, а чтобы возместили мне этот ущерб. Работы нигде в регионах нету. Куда я повезу своих детей? Куда? Я требую квартиру в Москве. А у вас сейчас есть малолетние дети? Да, моему сыну 11 лет. И вот недавно, 9 мая, в День Победы, моего сына запихнули в автозак взрослый дядя-полицай, толкал его в спину. И этот факт, я даже не могу обратиться в прокуратуру или куда-то, потому что боюсь, что у меня изымут ребенка. Потому что он бездомный. Вот мы только что видели, как мимо прошел господин Пехтин. Прошел так, как будто здесь не люди, а какой-то мусор. Прошел абсолютно мимо. А какие-нибудь члены партии «Единая Россия» на вас обращают внимание? Да, у нас Гончаров занимался нами и Курдякова. Она по Воронежской области. Поворонежская все-таки? Да, по Воронежской области. Почему она сказала, что там у них все развито, сельское хозяйство развивается. Но когда я ей задала вопрос о никеле, что там страдают наши товарищи, что их там избивают, она сказала, что это дело не ее. Скажите, а как далеко вы готовы зайти со своей голодовкой? Я буду до конца. Пусть даже я стану сакральной жертвой. Я не уйду отсюда. А есть уже какие-то результаты у других голодающих? Те, которые присоединились мы вместе, все получили результаты. Но у них не было нарушения закона. У них было просто, что по Конституции там должны были предоставить субсидии, а субсидии кончились. Вот они выбивали деньги для субсидий. Потому что субсидии все ушли на Олимпиаду. Вот. А другое было, что там поправку незаконную ввели в Татарстане. И они сейчас разбирают эту поправку, чтобы неконституционную проправку избавить. Ей дали пока мне все время две комнаты, где она сможет ждать, пока изменится законодательство. И она уехала к своим детям. По мне же вопрос решать не хотят. Не хотят принимать, потому что здесь именно нарушение закона и компенсации, которого нет еще в России, чтобы получить компенсацию. Они посылают меня на три буквы, конечно, в суд. Но я туда не пойду. Ирина, вы ведь все-таки землячка господина Собянина. Может быть, обратитесь к Сергею Семеновичу сейчас? Тем более, что сейчас все-таки предвыборная кампания. И может быть, мэр или исполняющий обязанности мэра обратит на вас внимание? Я обращалась к Собянину, как только его выбрали президентом. В смысле, мэра назначили? Да. Я писала ему обращение, но получила глупые отписки. Реакции никакой не было. Ну, может быть, сейчас будет какая-то реакция. Обратитесь к нему. Сергей Семенович, когда-то вы сидели на совещании рядом с моей мамой, которая была заслужена, ветеран труда. Теперь она инвалид первой группы. Неужели вам не стыдно, что коголым, который торгует нефтью, лукойл, и там находятся бездомные дети? Сергей Семенович, обратите, пожалуйста, внимание на вашу землячку Ирину Калмыкову. Время от времени. Смотрите «Политвестник». Еще хочу сделать заявление по поводу того, что некоторые граждане начали собирать деньги и организовать бабий бунт. Бабий бунт – это наше мероприятие, за которое я здесь уже 21 сутки голодаю. Я на такое мероприятие людей не призывала. А те, кто люди эти организовал, я не имею к ним никакого отношения и доверия к ним не испытываю. Субтитры создавал DimaTorzok